Что делать во время режима самоизоляции? У нас 30 дней, а значит настало самое время выполнить реферальную программу для себя самого любимого. А то народ-то учить каждый гораст, а самому все выполнить. Времени не хватало. А тут появилось время, и я выполнил сам для себя контракт. Взял себе ФВ-4202, танчик неплохой, но речь сейчас не об этом. Командирам за реферальную программу вообще дают неплохие машины. Вот списочек. Германия, Пантера 8.8 и Як-Тигр 8.8. СТ-шка и ПТ-шка. Сомнительные машинки, но зато скорострельные пробивные. В США Т-26Е5, тяж с очень хорошей башней. У меня с ним отношения не сложились, как-то не смог я на нем поиграть нормально. А вот Т-92 я взял себе. Не помню уже по какому-то случаю, по какому-то трейдину. ЛТ-шка зачетная. Французский тяж МЛЕ М4. Хорошая машина с крепкой лобовой броней. Сейчас, конечно, немножко сложнее, ее уже изучили. Но все-таки она танкует. Танкует неплохо лбом. Даже ПТ-шки 10 уровня не всегда пробивают. Против голды, конечно, тяжело. Но поигрывать можно. На нем я как раз выполнял ЛБЗ-шки на танкование. Великобритания, ФВ-4202. Как раз та машина, которой у меня не было в ангаре, которую я хотел и получил за реферальную программу. И китайский 112. Тоже такая сомнительная машина, много минусов у нее. Но если кому-то нравятся тяжи, такие с хорошей альфой, бронированные, то в принципе подходит. Но если с наградами для рекрутеров все понятно, то вот с наградами для рекрутов тут вопрос. А вот что выбрать за рефералку рекруту, это большой вопрос. Давайте для начала посмотрим, какие же машины нам предлагают. Когда мы выполним все три этапа реферальной программы, наберем полторы тысячи очков, нам предлагают на выбор в качестве награды машины шестого и седьмого уровня. Давайте каждую из них посмотрим. Итак, что же нам предлагают в качестве награды? Для начала советский КВ-122. Очень напоминает ИСА по своим характеристикам. Средний урон за выстрел 390, бронепробиваемость 175. Брони по сути нет нигде. То есть все, что от него прилетает, от одноклассников, да даже от шестерок все его пробивает. Пушка касая, не гнется. Время сведения 3 секунды, разброс 0.44. Ну то есть обычный советский ИС. Тяж седьмого уровня. Ничего выдающегося. Хотя на ИСе можно неплохо нагибать. Если вам нравится ИС, если вам нравятся советские тяжи, то машина будет вам еще и фармить. Вторая машина от советов это СУ-122-44. Очень по своим характеристикам напоминает китайскую ПТ-шку ВЗ-121ФТ, которая в общем-то им будет в хороших руках. У нее есть неплохая пушка пробивная, у нее есть броня, имеет неплохую мобильность, может ворваться, нараздавать по щам. В общем-то, это то же самое, только на седьмом уровне. Если та китайская на восьмом им будет, то это на седьмом. Если вам нравится ПТ-шный стиль, то вот эту ПТ-шку я бы порекомендовал. Это такая ПТ-СТ. То есть мобильность хорошая, можно куда-то ворваться. Есть броня, которая иногда что-то и отбивает. Средний урон в минуту, обратите внимание, больше трех тысяч. Если его еще разогнать всякими вентиляторами, экипажем будет вообще отлично. Так что, можно неплохо прокачать экипаж, пофармить и... во всех смыслах хороша. Эту машину я рекомендовал бы. Но, эта машина для более-менее опытных игроков. Все-таки надо уметь ловить тайминги, когда постоять в кустах пострелять, когда можно ворваться и нараздавать по щам. Дальше, немцы. У немцев сразу четыре машины. Начнем с шестерок. Тигр-131. Его раздавали за марафончик. Этих тигров у народа до кучи. А раз раздавали за марафон, довольно-таки простой марафон, я его успел выполнить аж два раза. И на свой основной аккаунт, и на Двинг, сразу понятно, что машина не представляет ничего выдающегося. Да, на ней можно неплохо поиграть на шестых уровнях. Да, местами есть броня. Хотя, кто обращает внимание на эту броню? Пробивают, в общем-то, если не тупо в маску стреляют, то пробивают куда угодно. И в корпус, и в башенку, а если в борт или в корму зайдут, там вообще, пиши пропало. Дальше, СТ-шка, шмальштурм. Это что-то такое... Хотя, что я вам рассказываю, ПЗ-4. Та же самая машина, без каких-то особо выдающихся особенностей. Немецкая СТ-шка шестого уровня. Кто качал ветку немецких СТ-шек, тот эту машину знает как облупленную. Следующая ПТ-ха шестого уровня это Дикер Макс. Если вам нравится стоять в кустиках, играть от рельефа, если вы умеете играть на ПТ-шках, машина хороша. С неплохим средним уроном на шестом уровне, с неплохим уроном за выстрел, с бронепробиваемостью, великолепными с шикарнейшими углами вертикальной наводки минус 15 вниз. То есть мы можем высунуться из-за любого холмика и надавать по щам. Машина просто шикарная, но совершенно без брони. Седьмой уровень, тоже немец, Пантера М10. Еще одна немецкая СТ-шка. Без каких-либо выдающихся показателей. Да, очень скорострельная, хотя за это расплачивается бронепробитием. Бронепробитие 150 мм, это все компенсация за то, что у нас перезарядка меньше 4 секунд. Несмотря на то, что машина раздается, считай, бесплатно, в рандоме я их особо много не встречал. Это, следовательно, говорит о том, что эта машина никому не нужна. И любовь последних моих дней шерман фарфлай. Вот эта машина замечательная. СТ-шка британская 6 уровня просто отличная. Есть мобильность, да, не суперская, как у всех шерманов, но это какой-то такой облегченный вариант. Брони особо тоже нет, но зато есть мобильность, есть отличная пушка. Бронепробитие 171 базовым снарядом на 6 уровне. Средний урон за выстрел небольшой 150, но зато время перезарядки 4 секунды можно разогнать до 3,5 примерно, 3,7 машина играется просто великолепно. Итак, что в итоге я могу порекомендовать рекруту взять за выполнение реферальной программы, ну или взять на ваш твинковый аккаунт по выполнению этой рефералки. СУ-122-44 если вам нравится ПТ-шно-СТ-шный стиль, к ней нужно просто немножко привыкнуть и машина заиграет. Диккер Макс, если вы любите и умеете играть на ПТ-шках без брони, стоять в кустиках, высовываться из рельефиков и так крысить, крысить, крысить. Отличная машина, хороша по всем показателям. И британский Шерман Фарфлай, машина хороша во всех смыслах. Довольно-таки универсальный такой танк. Ну и советский КВ-122, он позволит вам прокачать экипаж, потому что если вы на твинке будете все-таки прокачиваться до десятых уровней, уж советский экипаж вам для тяжелого танка пригодится по-любому. Все остальное просто шлак. Вот такой у вас выбор. Я себе после выполнения реферальной программы на твинковый аккаунт взял Шермана Фарфлая. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...